Здравствуйте, неравнодушные к чужому горе волшебники. Меня зовут Екатерина, я мама этой жизнерадостной девочки Дашеньки. Даша четыре с половиной года и у нас эпилепсия. Даша родилась здоровым ребенком и ничего не предвещало беды. Но в два года у нас начались странные кивки головой. Мы обратились к неврологу и нам сказали, что у нас эпилепсия. Однако точную форму эпилепсии нам не могли установить практически в течение двух лет. Мы объездили все самые лучшие клиники Москвы, как государственные, так и частные. Все говорили, что нам нужно сделать операцию. Однако, каков участок поражения, так и не смогли определить. Тем временем мы пытались остановить нашу болезнь медикаментозными препаратами. Все было безрезультатно. У дочери ежедневные серийные приступы. Она кивает головкой и разводит руки в стороны. Таких приступов в день 8 серий. В каждой серии по 7-8 кивков. Соответственно, в день у нас до 64 приступов. Во время приступов доченька плачет. И у нас уже тоже опускаются руки. Мы не можем смотреть на то, что происходит. И понимать, что мы ничем не можем ей помочь. Старшин мозг страдает от постоянных приступов. Что не проходит бесследно для ее развития. Интелект у нее годовалого ребенка. Дочь разучилась сама держать ложку. Мы опять вернулись к подгузникам. И она даже не отзывается на свое имя. В ноябре 2019 года мы попали на консультацию немецкого профессора в Москве. И он нам дал шанс на излечение. Однако предварительно нужно было съездить на предхирургическое обследование. Которое стоило 50 599 евро. Или на тот курс 3,5 миллиона рублей. Благодаря неравнодушным людям мы собрали 1 миллион рублей. Мы вложили все наши сбережения. И так как денег все равно не хватало, нам пришлось занять 2 миллиона рублей. В феврале этого года мы отправились на обследование. По результатам которого нам сказали, что у Дашники есть шанс. Но требуется срочная операция. Стоимость операции 47 543 евро. Сейчас имея кучу долгов. И отсутствие каких-либо сбережений. Мы не можем оплатить данную операцию. Поэтому мы обращаемся ко всем неравнодушным людям. И молим о помощи. Мы очень хотим, чтобы наш ребенок был здоров. И имел шанс на нормальное развитие. А не мучился от постоянных ежедневных приступов.